Все как всегда. Качество работ на бумаге и по факту у крымских подрядчиков сильно различается. Сергею Аксенову пришлось в этом убедиться лично. Он провел проверку по некоторым объектам в Симферополе. Что увидел и какие выводы сделал глава республики, знают наши корреспонденты. Знаете, что такое абсурд по-крымски? Это вручить человеку с ограниченными физическими возможностями квартиру в доме без нормальных пандусов. Опускается на лензар, на замочки, но он тяжелый. Я за это беру, как подниму. Конечно, нет, мы сделаем легкие, которые для нее, которые будут... А кто же это сделал? Ну, кто его сделал? Просто подрядчики пожарные, порядки. Ну, а зачем в пожарном порядке? Мы говорим все время, не надо... Если нет понимания, как сделать, то не надо лучше делать. Газка здесь, на месте. Вот в порядке эксперимента все должностные лица, подрядчики делают вот такую ерунду, для людей с ограниченными возможностями. Вот их сюда пришли, пусть садятся, садятся в коляску и пробуют, смогут ли они заехать, вот открыть. Вот сидя в коляске, если смогут, все хорошо, работу принимаем. Дело в том, что в микрорайоне Залесье наконец-то завершили строительство десятиэтажки, в которой будут выдавать жилье льготным категориям граждан. Одна квартира предназначена для паралимпийской чемпионки Татьяны Якипчук. Но подрядчик чисто случайно забыл про пандус. А когда узнал о проверке работы главой республики, в срочном порядке прикрутил, как говорится, что попало и как попало. Но это не единственный казус. Дальше Сергей Аксенов отправился по квартирам. Но обои – это еще полбеды. Плитка лежит криво, между плинтусом и полом может смело пролезть палец. Впрочем, как и между дверными наличниками и стеной. А края обоев вообще как будто дети ножницами вырезали. И при таких недочетах Сергею Аксенову еще и предоставили схемы будущих многоэтажек, которые будут построены в этом же микрорайоне. Сейчас разрабатывается их проектная документация. Подрядчиков привлекать только в том случае, если будут устранены вот эти все моменты, которые мы с ними только по этой квартире. В договоре записано, что сдают, то есть с определенным видом отделки. Там же не указано, что должно быть вот так зигзагом все вырезано, то есть как бы неровные полы, которые никто-то... Ну конечно, ну чего вы, друзья мои. Подрядчикам все немедленно вызывайте их сюда, все вопросы все устранять. Все немедленно вообще, газ на контроль. Сказать, что глава республики был разозлен – это не сказать ничего. На орехи получили все. И раз уж начался серьезный разбор полетов, Сергей Аксенов решил заодно посетить еще одну достопримечательность Симферополя. Этот перекресток в столице знают все автолюбители. Пересечение улиц Крылова и Красноармейской – это страшный сон водителей. Слушать отчеты чиновников глава республики, видимо, уже устал, поэтому о положении дел на этом участке решил послушать от местных жителей. – Ну делали какие-то ремонты, да? – Да, делали. – В прошлый год, да? – А в этом что делали? – А в этом вот в дождь набросали, машина подъехала, я не знаю, асфальт или что бросили. Прямо в лужи машины тут же ехали и все сразу. – Ну здесь вот десятки лет, здесь вот постоянно одно и то же. – Ужас, тихий ужас, слушайте. – А когда дождь, ой, дождь, когда снег, тут вообще ужас, поток. – И сразу появилось несколько поручений. Теперь прокуратура будет проверять, как использовались бюджетные деньги на ремонт этого участка. И второе – подрядчик, выполнявший работы, отныне отстранен. И вроде рейд должен был закончиться, но по дороге Сергею Аксенову попался на глаза ряд мусорных баков на улице Красноармейской. Стоят они прямо на проезжей части, освещения тут нет. Такое расположение просто опасно для водителей. – Поставили на дороге баки, габаритов нет, вот ничего нет. А поднять данный тротуар, ну, ума ж не хватает, или, ну, не знаю, чего там, не хватает. А если говорить в общем обо всем рейде, то впечатление у Сергея Аксенова сложилось, мягко говоря, плохое. – Все это скажется и в том числе в отношении должностных лиц. Я имею в виду, оргвыводы будут сделаны определенные. Всем будет предупреждение, сейчас первый раз вынесено, а впоследствии будут решаться вопросы вплоть до отстранения должности. В главе республики пришлось констатировать факт. Некоторые чиновники не хотят работать, пока их как следует не пнешь. Вот такие рейды помогают их расшевелить. Так что это точно далеко не последний выезд руководителя Крыма на местность. Александр Губарев, Игорь Демидов, Время новостей.